Батькифские порады Я не вижу ничего плохого в том, чтобы обратиться к услугам няни Мы по многим причинам сейчас попытаемся как-то последовательно это все разобрать Прежде всего, ребенок это всегда хлопотно И он забирает на себя огромное количество времени и внимания, естественно От такого перегруза, естественно, устают родители Для того, чтобы все-таки каким-то образом скомпенсировать их душевное равновесие Потому что это все равно стресс Возможно взять человека, который бы оказывал какую-то помощь Прежде всего физическую И уже впоследствии, конечно, психологическую Как брать няню и как выбирать Это, конечно, всегда индивидуальный выбор Ориентированный на личные какие-то особенности каждой семьи Но первое, что сразу приходит в голову, это, конечно, безопасность И в связи с этим нужно обратить внимание на те аспекты, которые связаны с безопасностью Кто этот человек, какой у него стаж работы Насколько она внимательна, насколько она эмпатична по отношению к ребенку И насколько она вписывается вообще как бы в конгломерат вот этого семейного социума Насколько она комфортна для всех Это очень важно, потому что эта женщина, по всей видимости, будет присутствовать достаточно большое количество времени В ваших собственных стенах И это не должно служить раздражителям На мою думку, няня потребна как не только дитине, а и маме Потому что, если, враховывая нынешний свит и какие есть возможности для развития женщины Сучасной женщины, то няня, конечно, потребна По той причине, что если у женщины есть много амбиций То есть, например, у женщины есть не три амбиций Это дитина, будинок, то есть прибирание в доме и семейный затишок И, например, друзья, або спорт В таком случае женщина имеет возможность связывать только три амбиций с дитиною И в таком случае няня, я думаю, на мою думку, не будет нужным Если женщина хочет реализовать себя в своем жизни, то без няни у нее не хватит ни духовных, ни моральных сил Потому что дитина – это как отдельный проект У нас няня пришла к нам на помощь с годами двух месяцев Первая няня задержалась на два месяца И вот вторая няня с нами уже больше полутора лет Все замечательно, в принципе, но был, конечно, момент притирки Она занимается именно ребенком То есть приходит, очень долго с ним гуляет Нам повезло, она женщина молодая Она выдерживает у нее своих двое детей уже взрослых Очень долго они гуляют Очень много своих игрушек приносят, что им очень нравится Очень много развивающих материалов То есть человек явно на своем месте Не думаю, что какая-либо из наших бабушек справилась бы так хорошо Потому что есть определенные сложности со здоровьем у обеих И со свободным временем Поэтому я считаю, что, в принципе, когда есть такая необходимость Когда мама работает, когда папа работает Конечно же, если есть человек извне, который любит это дело У которого хорошо получается, то почему бы нет Ребенок очень хорошо к ней относится Радуется, когда она приходит Радуется ее игрушкам Есть уже совместные какие-то игры Совместные какие-то походы в интересные места Которые они совершают только вместе И все, потому что это человек традиции Он очень любит какие-то свои игры И радуется, когда она придумывает что-то новое Именно она И с удовольствием потом даже чему-то у нее учусь Я себе не представляла, наверное, я себе не выстроила четко Что должна делать няня с моим ребенком То есть какие функции она должна выполнять И я не понимала Вот они мне звонят, что-то говорят Я там делаю то-то, то-то А я не знаю, надо оно мне или не надо И у меня вот такой вот То есть я не подготовлена была к этому вопросу И как-то оно все сошло на нет Пару человек со мной пообщались Одна мне показала слишком интеллигентная, что ли В нашей семье такого как бы нет Другая какая-то, слишком простая То есть хочется же, чтобы человек современно Твоего ребенка как бы чему-то научил, обучал Следил за ним Учитывая все сегодняшние тенденции, реалии и так далее Ну и это все сошло на нет, скажем так Потом, когда я понимаю У меня рядом нет бабушек, теть Таких подруг, которые могли бы с моим ребенком посидеть То есть в этом городе я, грубо говоря, одна То есть у меня ребенок только на мне И сейчас я понимаю, что Тогда я не взяла няню И как бы на ребенке это отражается То есть нервная мама Невыспанная Себе не уделившая время и так далее Конечно же муж помогал, насколько мог Но он работает, как бы целый день до вечера Я сижу одна с ребенком Вы знаете, прежде всего нужно разобраться в себе Потому что есть такие семьи, такие мамы Которые всем недовольны всегда То есть у них настолько высокий порог Нарциссический свой, что все, кто будут рядом Тоже будут их не устраивать И это будет череда какая-то бесконечная Конвейером смены по смене людей Но все равно достаточно хорошей Для нее мамы и для ее ребенка не будет Это факт Потому прежде всего нужно начинать с себя Ну и опять же мы возвращаемся к чему? К уровню эмпатии Насколько этот человек может быть удобен И комфортен для вас и вашего ребенка И насколько он любит идти Ну и естественно какие-то все-таки документы Какие-то рекомендации должны быть Что касается каких-то других обязанностей Если говорить о няне То я ее не нагружаю То есть она занимается только ребенком И вот именно в таком русле я считаю, что это может работать Потому что если человек будет отвлекаться на что-то другое Как многие, например, если няня То делает что-то еще по дому Или еще что-то то Мне кажется, это может немножко демотивировать человека Который призван заниматься с детьми Которому это нравится То есть наш опыт подсказывает, что это классная штука Ну конечно сложно найти человека, которому ты доверяешь Ну сейчас в помощь приходят камеры Вот по всему дому Она в курсе, что они есть Реагирует очень адекватно То есть я всегда проверяю все, что мне нужно Всегда на связи Вот, выдала ей собственный телефон мой Чтобы если ее не на связи Там, да, она была на связи по этому номеру И в общем-то все в порядке То есть даже какие-то советы дает Потому что все-таки человек опытный В отличие от меня Поэтому в принципе В принципе опыт позитивный Но могу сказать, что найти сложно Я очень доточный человек И первые полгода это, конечно, было как с мужем притирка То есть подстраивала полностью под себя Она тоже человек достаточно сложный в плане адаптации Но мы это сделали И вот, скорее всего, будет с ним еще около года так точно Мы уже зрозумели, что профессия няни и сама няни Ее невидимною частиною для сучасної жінки В якої есть больше трех амбиций Я маю можливість и хочу дать вам Від себе таку пораду, как Будь ласка, чоловики И самі жінки Цінуйте себе и чоловики любят своих жінок И надавайте таку можливість Своей жінці Відпочивати Наймайте няню Але коли ви наймаєте няню, будь ласка Відповідно, серьезно Віднесіться до даної сфери послуг Підберіть для себя ту няню Яка дійсно сподобається вашей дитине І яка є Професіоналом в даній сфері І таким чином Ви як чоловік Ви побачите, наскільки виростуть крила У вашої жінки Наскільки вона розквітне І наскільки більше вона має можливість дати Як вам і як вашій дитині Тому що всі ми прекрасно розуміємо І знаємо, я повторюсь Що щаслива жінка Щаслива вся сім'я По опиту тих Несколько нянь, которые я вижу На площадке детской Одна работала в саду Очень много лет Ну там лет 15, наверное, у нее стаж Даже більше А вторая абсолютно без соответствующее образование И я вам скажу, что Абсолютно, как сказать Для ребенка это вообще Они чувствуют разницы, мне кажется Главное отношение няни к нему, к ребенку Понятно, что когда есть образование, это плюс Это как бонус, она там знает больше Как приучать к горшку, когда наступает этот момент для ребенка Как заниматься с ней на улице, чтобы лучше разговаривать Начал, чтобы вообще научился ребенок говорить Возможно, какие-то подходы, которые знает воспитатель Не знает обычный человек Это будет плюсом Редактор субтитров А.Семкин